Здравствуйте! Молодежная библиотека рада приветствовать вас и представить медиапроект «Достоевский каждый день», посвященный жизни и творчеству великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Сегодня мы постараемся еще ближе познакомить вас с его литературным наследием и как можно глубже погрузить в загадочный мир философской мысли и психологии, содержащихся в его произведениях. Приятного просмотра! Федор Михайлович Достоевский – великий русский писатель, один из самых значимых в мировой литературе. Оказал огромное влияние на творчество других авторов, философские взгляды и общественную мысль. Родился в 1821 году в Москве на улице Новая Божидомка в правом флигеле Мариинской больницы для бедных, где его отец служил штатным лекарем. Детство Федора Михайловича прошло в большой семье, которая принадлежала к дворянскому классу. Он был вторым ребенком из семерых детей. Когда Федору было 16 лет, его мать внезапно умерла. Отец вынужден был отправить старших сыновей в пансион Коронада Филипповича Костомарова. С этого момента братья Михаил и Федор Достоевские поселяются в Санкт-Петербурге. Началом творческого пути писателя считается 1844-1845 годы. Произведение «Бедные люди» – самая первая его работа. После публикации романа писатель получил широкую популярность, а известный литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский и русский поэт Николай Алексеевич Некрасов высоко оценили работу начинающего писателя. Литмотивом сюжета этого произведения стали детские воспоминания об окрестностях района Марьиной Рощи, который находился неподалеку от дома Достоевского в Москве. Быт бедных и влекущих тяжелое материальное состояние людей отложил отпечаток на мировоззрение писателя, который нашел выход в данном произведении. Федор Михайлович Достоевский. Отрывок из романа «Бедные люди». Милостивый государь Макар Алексеевич, знаете ли, что придется наконец совсем поссориться с вами? Клянусь вам, добрый Макар Алексеевич, что мне даже тяжело принимать ваши подарки. Я знаю, чего они вам стоят, каких лишений и отказов в необходимейшем себе самому. Сколько раз я вам говорила, что мне не нужно ничего, совершенно ничего, что я не в силах вам воздать из-за те благодеяния, которыми вы доселе осыпали меня. И зачем мне эти горшки? Ну, бальзаменчики, еще ничего. А геранька зачем? Одно словечко стоит неосторожно сказать, как, например, об этой геране уж вы тот час и купите. Ведь дорого, верно? Что за прелесть на ней цветы? Пунцовые, крестиками. Где это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я ее посередине окна поставила на самом видном месте. На полу же поставлю скамейку, а на скамейку еще цветок поставлю. Вот только дайте мне самой разбогатеть. Ах, Макар Алексеевич, что вы там не говорите, как не рассчитывайте свои доходы, чтобы обмануть меня, чтобы показать, что они все сплошь идут на вас одного, но от меня не утаите, не скроете ничего. Ясно, что вы необходимого лишаетесь из-за меня. Еще раз умоляю вас, не тратьте на меня столько денег. Знаю, что вы меня любите, да сами-то вы не богаты. Сегодня я тоже весело встала. Мне было так хорошо. Федора давно уже работала, да и мне работу достала. Я так обрадовалась. Сходила только шелку купить, да и принялась за работу. Целое утро. Мне было так легко на душе. Я так была весела. А теперь опять все черные мысли. Грустно. Все сердце изныло. Смеркаюсь. Пора за работу. Я вам о многом хотела бы написать, да некогда к сроку работы. Нужно спешить. Конечно, письма, хорошее дело, все же не так скучно. А зачем вы сами к нам никогда не зайдете? Отчего же, Макар Алексеевич? Ведь теперь вам близко. Да и время иногда у вас выгадывается свободное. Зайдите, пожалуйста. Смотрите же, непременно напишите. Ложитесь пораньше. Вчера я до полуночи у вас огонь видела. Ну, прощайте. Прощайте. Ваша Варвара. Добросела. Примерно половину жизни Достоевский прожил в Петербурге. В этом городе была написана большая часть его произведений. Он жил и обучался в главном инженерном училище. На нынешней Пионерской площади находился Семеновский плац, где писателя должны были казнить по делу петрашевцев. Однако в последний момент приговор был отменен, и писателя отправили на каторгу в Семипалатинск и Омск. Именно этот эпизод из его жизни стал ключевым для написания произведения «Записки из мертвого дома». 1864 год был очень трагическим для классика, ведь умерли его жена и брат. После этих потерь Федор Михайлович начинает играть в рулетку, накапливая себе многочисленные долги. В этот трудный период жизни он вел работу над романом «Преступление и наказание». Наблюдая за человеческими типажами в жизни и во время ссылки, писатель пришел к выводу, что в подавляющем большинстве преступления совершаются людьми на почве страшного отчаяния. Именно в этом романе писатель создал сюжет, полный драм и внутренних конфликтов. Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание». Он проснулся на другой день уже поздно, после тревожного сна, но сон не подкрепил его. Проснулся он желчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою коморку. Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид, своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими остальные обои. И до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко. И все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению. Было три старых стула, не совсем исправных. Крашенный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг. Уже по тому одному, как они были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука. И, наконец, неуклюжая большая софа, занимавшая чуть не всю стену и половину ширины всей комнаты. Когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях и служившая постелью Раскольниковым. Долги заставили писателя сочинять роман «Преступление и наказание» и сразу же отсылать готовые главы в журнальный набор. Чтобы не потерять права на собственные произведения в пользу издателя Федора Стыловского, публикующего роман, Федор Михайлович вынужден был написать роман «Игрок». Однако для этого у него не хватило собственных сил, и ему пришлось нанять стенографистку Анну Сниткину, которая не только помогла с написанием данного произведения, но и впоследствии стала его второй женой. В основу сюжета романа «Игрок» легли автобиографические факты. Страсть Достоевского к игре в рулетку и создание собственной теории, гласящей, что главный секрет состоит в том, чтобы не горячиться. Этот девиз наследуется главным героем, цель которого очень проста – выиграть во что бы то ни стало. Федор Михайлович Достоевский. Фрагмент из произведения «Игрок». Полина Александровна настаивала, чтобы я непременно разделил с нею сегодняшний выигрыш пополам, и отдавала мне 83 дрихсдоров, предлагая ей впредь продолжить игру на этом условии. Я отказался от половины решительно и окончательно объявил, что для других не могу играть, не потому что не желал, а потому что, наверное, проиграю. «И однако ж, я сама, как ни глупо это почти, тоже надеюсь на одну молодетку», – сказала она, задумываясь. «А потому вы непременно должны продолжить игру со мной вместе пополам, и, разумеется, будете». Тут она ушла от меня, не слушая дальнейших моих возражений. И однако ж, вчера целый день она не говорила со мной об игре ни слова, да и вообще она избегала со мной говорить вчера. Прежняя манера ее со мною не изменилась. Та же совершенная небрежность в обращении при встречах, и даже что-то презрительное и ненавистное. Вообще она не желает скрывать своего ко мне отвращения. «Я это вижу». Несмотря на это, она не скрывает тоже от меня, что я ей для чего-то нужен, и что она для чего-то меня бережет. Между нами установились какие-то странные отношения, во многом для меня непонятные, взяв в соображение ее гордость и надменность со всеми. Она знает, например, что я люблю ее до безумия, допускает меня даже говорить о моей страсти. И уж, конечно, ничем она не выразила бы мне более своего презрения, как этим позволением говорить ей беспрепятственно и бессензурно о моей любви. Значит, дескать, до того считаю ни во что мои чувства, что мне решительно все равно, о чем бы ты ни говорил со мною, и что бы ко мне ни чувствовал. Про свои собственные дела она разговаривала со мною много и прежде, но никогда не была вполне откровенна. Мало того, при небережении ее ко мне были, например, вот такие утонченности. Она знает, положим, что мне известно какое-нибудь обстоятельство ее жизни или что-нибудь о том, что сильно ее тревожит. Она даже сама расскажет мне что-нибудь из ее обстоятельств, если надо употребить меня как-нибудь для своих целей, вроде раба или на побегушке. Но расскажет всегда ровно столько, сколько надо знать человеку, употребляющемуся на побегушке. И если мне еще неизвестна целая связь событий, если она и сама видит, как я мучаюсь и тревожусь ее мучениями и тревогами, то никогда не удостоит меня успокоить ее вполне своей дружеской откровенностью. Хотя, употребляя меня нередко по поручениям не только хлопотливым, но даже опасным, она, по моему мнению, обязана быть со мною откровенна. Да и стоит ли заботиться о моих чувствах, о том, что я тоже тревожусь и, может быть, втрое больше забочусь и мучусь ее же заботами и неудачами, чем она сама? Я недели за три еще знал об ее намерении играть на рулетке. Она меня даже приуведомила, что я должен буду играть вместо нее, потому что ей самой играть неприлично. По тону ее слов, я тогда же заметил, что ей какая-то серьезная забота, а не просто желание выиграть деньги. Что ей деньги сами по себе. Тут есть цель. Тут какое-то обстоятельство, которое могу угадывать, но которых до сих пор не знаю. Разумеется, то унижение и рабство, в которых она меня держит, могли бы мне дать, весьма часто дают возможность грубо и прямо самому ее расспрашивать. Так как я для нее раб и слишком ничтожен в ее глазах, то нечего ей и обижаться грубым моим любопытством. Но дело в том, что она, позволяя мне делать вопросы, на них не отвечает. Иной раз и вовсе их не замечает. Вот как у нас. Достоевский – писатель-психолог, исследователь глубин человеческой души, аналитик ее тончайших настроений. Жизнь представляется ему необычайно сложной и стихийной, исполненной противоречий и неразрешимых загадок. За свою жизнь, помимо тех произведений, о которых мы сегодня уже рассказали, он также написал такие эпохальные романы, как «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы», а также «Повести двойник», «Белые ночи», «Записки из подполья» и другие не менее значимые произведения, навсегда оставившие след в истории мировой литературы. В своих произведениях Достоевский стремился как можно более достоверно передать чувства и переживания героев, за что и стал горячо любим деятелями театрального искусства, неоднократно пытавшихся перенести работы писателя на большую сцену. И сейчас мы предлагаем вам посмотреть отрывки из «Повести Белые ночи» в авторском прочтении актеров театральной студии «Зазеркалье». «Повести Белые ночи». Приятного просмотра!» «То есть вы знаете, что у меня есть бабушка?» «Молчите и слушайте!» «Прежде всего уговор!» «Не перебивайте меня!» «А не то я, пожалуй, собьюсь!» «Ну, слушайте же смирно!» «Есть у меня старая бабушка!» «Я к ней попала очень маленькой девочкой!» «Потому что у меня умерли и мать, и отец!» «Она же меня выучила по-французски!» «И наняла мне учителя!» «Когда мне было 15 лет, учиться мы кончили!» «Вот в это время я и нашелила!» «Уж что я сделала, я вам не скажу!» «Довольно того, что проступок был небольшой!» «Да только бабушка подозвала меня к себе в одно утро!» «И сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит!» «Взяла булавку и пришпилила мое платье к своему!» «Да тут и сказала, что так мы будем теперь сидеть всю жизнь!» «Если, разумеется, я не сделаюсь лучше!» «Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было!» «И работай, и читай, и учись!» «Все подле бабушки!» «Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой!» «Это я смеюсь!» «От того, что смешно!» «Что же делать, если бабушка права такая?» «Да только я ее все-таки немножко люблю!» «Ну-с, я вам позабыла еще рассказать, что у нас, то есть у бабушки, есть свой дом!» «То есть маленький домик, всего три окна!» «Совсем деревянный и такой же старый, как и бабушка!» «А наверху мизанин!» «Вот и переехал к нам мизанин новый жилет!» «Новый жилет был, как нарочно!» «Молодой человек, нездешний, заезжий!» «Так как он не торговался, то бабушка и пустила его!» «А потом и спрашивает!» «Что, Настенька, наш жилет молодой или нет?» «Я солгать не хотела, так, говорю бабушка, не то что молодой, а так, не старик!» «Ну и приятные наружности?» – спрашивает бабушка. «Я опять врать не хочу!» «Да, говорю, приятные наружности, бабушка!» А бабушка говорит, «Ах, наказание, наказание!» «Я-то тебе, внучка, говорю, чтоб ты на него не засматривалась, эко и век какой!» «Поди такой мелкий жилет, а ведь тоже приятные наружности, не то в старину!» «А бабушке все бы в старину!» «И моложе-то она была в старину, и солнце в старину было теплее, и сливки в старину не так скоро кисли!» «Все в старину!» «Вот я сижу и молчу, а про себя думаю, что же эта бабушка сама мне надоумливает?» «Спрашивает, хорош ли, молод ли жилец?» «Да только так, только спросила, а потом опять стала петли считать, щелок вязать, а потом совсем позабыла!» «Вот раз поутру к нам и приходит жилец спросить о том, что мы обещали комнату обоими оклеить!» «Слово за словом бабушка же болтлива и говорит, сходи-ка, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты!» «Я тут же вскочила!» «Все не знаю чего!» «Покраснела!» «Как я увидела, что жилец все теперь про меня узнал!» «Покраснела!» «Встала на месте, как копаная!» «Да вдруг и заплакала!» «Так стыдно и горько стало в эту минуту!» «Что хоть на свет не глядеть!» «А бабушка кричит!» «Что ж ты стоишь?» «А я еще пуще!» «Жилец как увидел!» «Увидел, что мне его стыдно стало!» «Откланялся и ушел!» «Прошло две недели!» «Жилец и присылает свеклу сказать, что у него книг много французских!» «Так не хочет ли бабушка, чтоб их я прочитала?» «Чтоб не было скучно!» «Бабушка согласилась с благодарностью!» «Да только спрашивала, нравственные ли книги или нет!» «Потому что, если книги бездравственные, так себе на стыдно читать их никак нельзя!» «Ты дурному научишься!» «Почему же не научусь, бабушка?» «Что там написано?» «А!» «Описано в них, как молодые люди соблазняют благонравных девиц!» «Как они под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их из дому родительского!» «Как они оставляют их на волю судьбы!» «И они погибают самым плачевным образом!» «Немного таких книжек читал он!» «И все так прекрасно описано, что ночь сидишь, тихонько читаешь!» «Так ты говори, смотри, Кнастенька, не прочти!» «А каких это, говорит он, книг прислал?» «Да все вальтера скота!» «Вальтера скота?» «О, полно!» «Нет ли тут каких-нибудь шашек?» «Посмотри-ка, не положил ли он в них любовной записочки?» «Нет, бабушка, нет записки!» «Да ты под переплетом посмотри!» «Иногда запихают туда разбойники!» «Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего!» «Ну, то-то же!» «Вот так мы и начали читать Вальтера скотта!» «Какой-нибудь месяц, почти половину прошли!» «Потом он еще и еще присылал!» «Пушкина присылал!» «Так что, наконец, я без книг и быть не могла!» «И перестала думать, как бы выйти за китайского принца!» «Образ Достоевского всегда волновал пытливые умы критиков, пытающиеся досконально изучить философскую мысль, заложенную в творчестве писателя. Предлагаю бы вам ощутить себя в роли настоящих исследователей жизненного и творческого пути Федора Михайловича и проверить свои знания, ответив на вопросы нашей викторины. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Наше путешествие по миру жизни и творчества Достоевского подошло к концу. Надеемся, что сегодня вы узнали для себя много новой и интересной информации. Молодежная библиотека благодарит вас за внимание и говорит до новых встреч!